Добавил жизни красок. Ярый болельщик хоккейной Сибири Дмитрий Казанцев раскрасил свой дом в цвета любимой команды. Мужчине так понравилось превращение серой пятиэтажки в настоящий арт-объект, что он решил не останавливаться. И заодно преобразил свой двор до неузнаваемости. К работе с удовольствием присоединились и соседи Дмитрия. Во время пандемии поход в рестораны стал невозможен. Однако жители Иванова 41 могут посетить такое импровизированное детское кафе. Дмитрий Казанцев, один из самых ярких фанатов хоккейного клуба «Сибирь», не так давно отреставрировал жилое здание в стилистике любимого клуба. Также заядлый болельщик смог улучшить двор, где теперь со своими детьми гуляют семьи со всего района. Чувствуется жизнь. Жизнь чувствуется, что у нас еще продолжается, что есть такие люди, которые могут попасть даже в историю нашей жизни. Все началось четыре года назад, когда активный болельщик перекрасил целый дом в цвета любимого хоккейного клуба. Белый, синий и голубой. Когда я стал председателем совета дома, ко мне приехал архитектор и дом попал в капитальный ремонт. В проекте было указано, что он должен быть бледно-желтый и темно-зеленые балконы. Я когда посмотрел проект, он мне не понравился. Я сказал, у меня такой дома не будет. Он сказал, какой будет? Я говорю, синий, белый, голубой. Раньше Дмитрий возглавлял строительную компанию, поэтому знает все тонкости. Сейчас занят возведением детского городка. Большую часть затрат на реставрацию он взял на себя, но соседи тоже подключились. Уже сейчас на площадку приходят из других районов, хотя строительство еще идет полным ходом. Потом вот это береза. Вот это береза. И вот это, Олег, береза. В отличие от узнаваемого дома, детская площадка имеет более теплые и яркие оттенки. Я считаю, что детский городок должен быть ярким, красочным и радовать детей всеми цветами радуги, которые присутствуют. До начала работ во дворе росли старые полусгнившие деревья. Вместо газона крапива в человеческий рост. Первое время пришлось очищать территорию от мусора. Начал покупать саженцу, это уже культурных растений, розы, смородину, жимолость, 8 кустов здесь посадил. Ну, я как бы думал о том, что было бы неплохо, чтобы дети в перспективе могли даже подойти, играю, там горсть смородины сорвать, ну, скушать, допустим, либо тоже жимолость. Во дворе уже есть качели, домики, горки и уникальные сооружения, такие как дерево находок и добрая почта. У активиста готов проект благоустройства соседних территорий. В планах установить спортивные тренажеры и освещение. Вячеслав Глазачев, Андрей Иванов, Новости ОТС. Вячеслав Глазачев, Андрей Иванов, Новости ОТС.